Сейчас я постараюсь сделать максимально серьезное лицо, максимально настроиться, потому что выпуск серьезный. Максимально. Не, походу не сегодня. Слава психонавтам! Слава пионерам! Ура, первопроходцам! А еще у Егора Летова есть такая замечательная песенка. В последнее время она мне очень нравится. Блядь, я забыл баланс белого отстроить, но это еще не самое страшное. Тут еще походу кнопочка вообще отказывает. Раньше-то она хоть как-то работала. Ой, как же, кстати, я вспомнил ту самую песенку Егора Летова. Да, она называется «Пошли вы все нахуй». Короче, послушать эту песенку рекомендую. Какой интересный ракурс. Смотрите. Как будто бы, да, создается впечатление, как будто бы стена... Позади меня. Абсолютно пустая. Абсолютно ничего, да? Ну, полный галяк. Полный нигилизм. Полная... Полнейшая... Ну, то есть ни о чем. Муть. Бессвязный набор. Да даже набора нет. Абсолютно. Однако, если чуть-чуть поменять угол зрения... Ладно, не напрягайтесь. Давайте... Чтобы вы максимально были в ресурсе, в балансе и в... Это как? На расслабоне. Давайте я за вас поменяю этот угол зрения. Но сразу предупреждаю. Это только сегодня. Во всем остальном, ребятки, вы там, это... Когнитивьте и рефлексируйте сами. Будьте добры. Вы готовы? И это... Вам, наверное, дико интересно, что же сейчас на дворе, да? Что же сейчас на дворе? И почему я поставил опять фильтрос RIM? Ну, почему мне, собственно... Ну, это все взаимосвязано, как вы понимаете. Я надеюсь, почему мне, собственно, захотелось хотя бы так... Хотя бы так, шизотерически, да, шизотерически переместиться в RIM. Да потому что на дворе сейчас, ну, серединка июня. Мне хотелось этот выпуск записать ближе к концу и назвать его так эпично. Ну, июнь, 28 дней спустя, например. Но нет, я чувствую, что к этому моменту мне уже вообще будет нах, ни до каких выпусков. Поэтому давайте и так сойдет и сегодня. Очень контрастненький июнь выдается. Я не буду говорить, что он выдался, потому что... Ну, начало июня, как вы понимаете, это начало июня, середина, это уже немножко другое. А вот что в конце будет, давайте не строить планы и никого не смешить. Лично для меня почему он выдался контрастненьким? Ну, знаете, вот так вот бывает, вот так вот бывает. Ночью 5 градусов, потом резко 20 днем, потом 17, 3 денечка держится, да, солнечно, да. Потом неделька непонятно какие припадочные там, блядь, дождички. И вот вся эта мухосранская карусель, как бы вот она крутится, крутится, вертится, вертится, да. А мне вот оно, блядь, и нах, как бы не упало. Блядь, опять баланс сбил, да ёпта, такой хороший баланс был. Ну, ой, я уже, я уже, наверное, сбился со счету, в который раз мне надо будет поставить на этот выпуск 18+. Ой, ребята, сарямба, сарямба, я не виноват, жизнь такая ёпта. Не, ну, объективно, объективно же, да, же, же, да, же, 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 что красит человек, место или место человека. Мне кажется, там пропорции неоднозначные. В общем, те, кто ещё имеют какое-то терпение следить за моим YouTube-каналом, ладно, я уже про паблик ВК молчу, по-моему, близится тот момент, ребята, близится тот момент, когда я, ой, я так спокойненько возьму и удалю оттуда свою страницу. Ну, понятно, что паблик, скорее всего, останется, как бы я его, как его удалить? Чтобы его удалить, надо будет, это, стереть оттуда весь контент, а там его, ой-ой-ой, как минимум за последние 8 лет, ого-го, как накопилось, блядь, поэтому мне тупо лень просто это всё удалять. Поэтому, ребятки, даже если я удалю с ВК свою страницу, вам ещё какое-то время посчастливится коробить свои взгляды вашим непокорным неслугой. И посему даю вам дружескую рекомендацию, перед тем, как поставить лайк под каким-нибудь из моих постов, тысячу раз подумайте, и на тысячу первый всё-таки не поставьте его, потому что потом высока вероятность по истечению какого-то там летия будет вот это всё, вот это безнадёжное, бездарное, безобразие неформатное вам появляться в лентах. Вот, и там, ребята, нет, не надо, не ставьте мне лайки, это, упаси боже. Слушайте, там Клава Коку, Асти, Полину Гагарину с поехавшей кукушкой, блядь, Газманова, который рыбачит до сих пор, ну, походу, попутал в каких берегах. Так, да, бывает, морячок, бывает, звёздные деформации, блядь, и эти, как его, пластилиновые грамоты. Точно, шаман же, ёпта, ещё же шаман у нас, блядь, аааа. Ну, короче, вы поняли, слушайте, ребята, слушайте, слушайте всё, что угодно, короче. Вот, просто это, и мимо меня, пожалуйста, проходите, ладно, я не шучу, я не шучу. Я вообще сейчас, вот, я, у меня мечта, ребята, у меня появилась мечта. Вот, а вы думаете, что я так это, люто, постиронично размещаю вот эти вот скриншоты с еженедельной статистики, статистики по паблику ВК, да, где там то зелёненькая, то красненькая, то непонятно там, какие, что-то там, ну, не могут люди всё определиться, блядь, ааа. В общем, ребята, давайте я за вас определю всё, просто, давайте, чтобы вы не мучились. Я хочу, чтобы у меня всё было красное постоянно, там, все показатели, просто, чтобы везде был минус, короче, блядь. Чтобы были отписки от меня, короче, чтобы был ноль, даже минус комментариев, там, охвата. Короче, ребята, приложите, пожалуйста, я вас очень прошу, все усилия, чтобы вот все показатели были не просто красные, а по максимальным значениям, по максимальным, блядь, блядь. What the fuck? What's going on, блядь? Как вы понимаете, сегодня, как и всегда, нет какого-то определённого сценария этого выпуска. Единственное, только я предположу, что он будет, может быть, максимум на 15 минут. Вот, я надеюсь. Как обычно, экспромтом, да, экспромтом актуальная повестка. Выхожу на стриты, значит, да, выхожу на стриты. И знаете, что я тут стал подумывать? А может быть, мне пора поменять локацию? А может быть, мне пора в Америку? Так, в Америку? Ну, тут мне некоторые граждане-товарищи утверждают, что я... Че-то ты какую-то американскую музыку играешь, блядь, я даже не хочу это пародировать, блядь. Ну, ладно, окей, хорошо, играю я американскую музыку, но я такой думаю, ну, ладно, может, мне пора уже в Америку? Ну, а че? Выйду так как-нибудь, за валидольчиком, психану немножечко и пешочечком или автостопчечечком, там, я не знаю чем, не ногами так ползком, не ползком так полечу, желательно бы прямым рейсом, и чтоб наверняка в один конец. Правда, я хаза сколько мне придется вколоть кубиков Сибазона, но это ладно, как-нибудь разберемся. В общем, и вот туда прям напрямую, короче, кунать, я не знаю, блядь, в Нью-Йоркское метро. Хотя, в принципе, чем Питерское метро отличается от Нью-Йоркского? Слушайте, сейчас, наверное, меня эти знатоки Петербурга и ценители культурных столиц закидают, я не знаю чем. Ой, да ради боже, блядь, закидывайте. Я просто че-то, я че-то попутал, наверное, или... А в Питере вообще есть метро? Давайте предположим, что есть. Так вот, мне кажется, что-то оно не шибко отличается от Нью-Йоркского. Единственное только, что в Питерском будут просто мимо проходить. А в Нью-Йоркском, может быть, из-за какой-то элементарной, даже вот банальной, даже нет, не банальной, примитивнейшей какой-то гражданской солидарности, ну, может быть, ну, может быть, центики или доллары закинут. А, ну и да, и мне кажется, что в Нью-Йоркском метро хоть и будут как-то цинично проходить мимо, но при этом не бросая выебистое... Че ты какую-то хуйню поешь? Ну, вы поняли. Так вы определитесь уже, ёпта, блядь. Че я там? Кто я там, блядь? Егор Летов или с кем вы там меня сравнивали, блядь? Ну да, это пиздец. Сравнивать несравнимое. Да, блядь, вы дорастите сначала сравниловкой вашей, ёпта, блядь. Так вот, вы определитесь сначала, че я там? Егор Летов, блядь. А, эхо Егора Летова. Американскую музыку я пою. Муть, бессвязную хуйню. Ребята, какая глубина критики? Какой уровень компетентности? Отдел музыкальных рецензий журнала Rolling Stones уже с нетерпением ждет ваших резюме, блядь. Ой, короче, ребята, ладно. Вот реально просто, просто идите в жопу, блядь. Ну, а всем тем, кто меня еще каким-то чудом поддерживает, проявляет просто невероятнейшее неравнодушие на тех же стритах, на моих каналах, на канале, в паблике. Просто ставив тот же самый символичный лайк, я надеюсь, да, при всей осознанности, при всей осознанности, блядь. Короче, всем тем, кто еще видит какой-то смысл для себя. Ой, блядь, что-то сейчас какая-то сентиментальщина. Мне, конечно, очень хочется взять и округлить, как вот Леха Никонов написал недавно в своем телеграм-канале, я панк, мне похуй. Да, я панк, как и либерал. Ну, правда, либералы на 20%. Насколько процентов я панк, блядь, может быть, процентов на 30? Вот. Ребята, неужели вы это, вот те, кто меня там иногда в парке спрашивает, а я кто и откуда, и вообще, что я тут делаю? Неужели вы меня всерьез воспринимаете, когда я говорю, что я панк, блядь? Просто в таком случае вообще, о чем мне с вами разговаривать после этого, блядь? Да, конечно же, мне как бы глубоко похеру все вот эти вот форматы социума, да, и все вот эти вот типа-типа, что соответствует, что не соответствует, да, там, предпочтениям, вкусовым, ожиданиям, неожиданиям, там, коммерческому успеху или тотальнейшей безуспешности. То есть, да, по ходу выпуск будет на 20 минут, как минимум. Ладно, давайте, давайте я максимально кратко сейчас сформулирую, короче. Да, мне может быть похуй на форматы, на вот эти все попсовые штучки, игрища и так далее. Вот. Но на все остальное это мне не похуй. Я, наверное, охренеть, как сейчас вас удивил, да? И знаете, что я сейчас подумал? Давайте, наверное, вот все. Вот в этом выпуске, вот. Ладно, я не буду говорить последний раз, никогда не говори никогда. Вот. А лучше всегда говори нет. Короче, в этом выпуске я еще поматюгаюсь. Хотя, в принципе, я уже все выматюговал, выматюговал уже все. Вот оставшееся то, что во мне было, наверное, сейчас вы от меня, вот даже сейчас, в остатке этого выпуска, не услышите ни нормативного лексикоса. И уж что тем более говорить о последующих. Все. Настолько это уже все, настолько это уже все стало прозаично, что даже вот ненормативной лексикой, ну, ну, блядь, уже невозможно это выразить. То есть, наверное, придется поискать другие какие-то обороты, сочетания, части речи, там, неологизмы подобрать, что-нибудь там сгибридизировать, там, я не знаю, синтезировать. Там, по-моему, словом, шахмарат уже точно ничего не опишешь. И это алхимия многострадачна, туда же. Короче, что я хотел сказать? Выхожу я, значит, на стриты. И что я заметил? Это, опять же, не относится к тем людям, которые меня искренне поддерживают, которые вот, ну, мало того, что не проходят мимо, там, символично закидывают, да, и говорят мне, молодец, продолжай, там, все дела. Ребята, спасибо, я... Ладно. Я хотел сказать, в смысле продолжай. Я еще даже не начинал, блядь. Ладно, короче, в общем, это не относится ко всем этим замечательным людям. Вот, да даже те, которые мне там мимо проходят, говорят, что, типа, ты там хуйню поешь, там, все дела. Я даже и в какой-то степени еще, вот, ну, еще, ну, хватает у меня еще какой-то моей, не знаю, там, духовности. Не знаю, как это даже назвать. Блядь, пиздец какой-то. Что за сентиментализм на грани идиотизма. Конечно же, мне блевать хочется от таких прохожих. Ну, что я тут кривлю душой? Ну, блевать мне хочется от вас, ребята. Ну, реально. Поэтому я говорю, проходите лучше мимо, ну, пожалуйста, блядь. Ну, парк большой, там можно обойти, блядь. Я просто, я, я... Моя беда в том, что я все понимаю, блядь. Я понимаю, что у некоторых людей мозги находятся в состоянии засушенного броккуля, и они не способны ничего принять, воспринять, уж тем более интерпретировать более, чем рюмка водки на столе, блядь. Ну, или там это... По барам, барам, блядь, вот это все. Удивительно, что я вообще об этом еще говорю. Послушайте эту песенку, короче, Егора Летова, которую я выше рекомендовал. В общем, ребята, что я стал замечать? В общем, восприятие социума, мягко говоря, перевернулось. То есть, кверх с ракой. Ну, то есть, с одной стороны, люди готовы платить по пять тысяч рублей на то, чтобы ходить на силиконовых фанерщиков, а с другой, выходя с этих так называемых концертов, по обратной дороге, так скажем, по парку, например, слыша, как кто-то что-то поет из настоящей реальной жизни, почему-то они считают своим долгом этих людей подискредитировать. Из легкого, я не знаю, какого барского, блядь, но плеча, как бы повесить на этих людей ярлык, что, ой, да это какой-то там маргинал, да это какой-то бомж, да это какой-то сумасшедший, нам какую-то муть поет бессвязную. Ребята, я, конечно, могу деликатно, деликатно на это ответить. В принципе, я уже на это ответил песней той же самой «В насекомых», например. В общем, я не хочу никого судить. Так и вы, ребята, будьте добры, пожалуйста, пожалуйста. Давайте так, я не для вас там пою. Я пою для других. Я другому. В крайнем случае, давайте так, чтобы вам проще было, пиздец, чтобы вам прям вообще было просто. Хорошо, я пою для деревьев, я пою для голубей, я пою для воробьев, для ворон, для сорок. Вы-то тут при чем, блядь? Ну, а если вдруг взыграла в вас вот эта вот деформация эго, это когда, знаете, начинается рушиться вот эта вот структурка. Как ты к миру, так и мир к тебе. Ну, вот давайте, чтобы было все по равновесию. Если вдруг вас вот это взыграло, да ради боже, я же вот еще раз повторю, вот еще раз повторю. Отдел музыкальных рецензий журнала Rolling Stones с нетерпением ждет ваших резюме. Ну, или открывайте свои продюсерские центры и летс гоу, блядь. Только не забывайте закусывать. Я вот думаю, а что вот под конец бы еще сказать вот этого выпуска? Ребята, я, конечно же, всех люблю. Конечно же, иначе... Иначе с какого хера бы мне сидеть в этом парке и петь для всех, вне зависимости от того... Вне зависимости от того, закидывается мне что-то или не закидывается, или кидается мне какая-то рецензия, или не кидается. Вот. Просто реально, по моим наблюдениям, люди настолько попутали, и настолько улетели там в какие-то, я не знаю, имперские облака. Вот. Настолько тут в себе гордость почувствовали резко. Что им даже уже не надо соблюдать элементарные нормы человеческого приличия. Да, какие нормы человеческого приличия? Это, это, пиндосовская, англосакская, вот это, блядь. Это, вот это вот, рабовладельческая, вот это вот, банкротская, блядь. Да, но Маша Захарова, конечно, сегодня, конечно, сегодня отпилила на Петербургском международном экономическом форуме. Да. Уже и Америка для нее банкрот, и рабовладельчество было только там, на Западе, а мы все сразу же, вот, сразу же сюда, все поголовно в святых мантиях, блядь, снизошли. Ну да, это форум международной пиздобали, в принципе, как минимум последних пять лет, по моим наблюдениям. Ну я, ребята, не экономист, вот это, я, ну, ни мои задачи, ни мои проблемы решаю немножечко другое для других. Вот, скажем так, мягко, 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 грубо, грубо выражаясь, мягко, грубо, да, амбивалентно, неоднозначно. Короче, немножечко, немножечко по более, ну, ну, сложным вещам отрываюсь, скажем так. Исследую ту метафизику, которую многие, многие испытывают, но не в состоянии объяснить. Пост-барт-блок продолжится, эфиры, полный андер на странице ВК, на паблике, возобновятся в скором времени. Скорее всего, будут они проходить по вечеркам пятницы, по вечерочкам глубинным. Также, скорее всего, скорее всего, как минимум, на одну рельсу поставится эфирная ветка на Ютюбе под кодовым названием ЮПОСТАНДЕР, по-моему, да. Да, ЮПОСТАНДЕР. Просто нашелся способ выгружать эти эфиры и перезаливать их на канал, и таким образом обходится вот этот вот ограниченный функционал в связи с тем, что у меня, видите ли, нету еще тысячи подписчиков. Пока что. Все рубрики на паблике ВК, там, дневник безнадежного бездаря, который, кстати, я не знаю, насколько скоро, но дойдет до актуальных денечков. Потом вот эти афоризмы, невероятные отзывы, спонсор которого по-прежнему является неугомонный и незабвенный Артурчик. он же, я догадываюсь, скорее всего, кто. Но ладно, я не буду пока что это в эфире озвучивать, кто это. Короче, я даю где-то процентов 60, что это Сирожа. Но не тот Сирожа, с которым я взаимодействовал год назад, и который как неожиданно и нелепо появился в моем поле, так и неожиданно, и еще более нелепо исчез из этого поля. Есть некий второй Сирожа, второй Сирожа, который тот на днях проявил ко мне просто гипер-гипер-гипер туп... Ну, как он думает, наверное, остроумие, но в моих понятиях просто наитупейшее чувство юмора, хотя там пиздец как не смешно было. Я бы сказал, нет, это было смешно, но это смешно на уровне вот этих вот плоскоумников, блядь. Ладно. Вне зависимости от того, кто это, блядь, Сирожа или не Сирожа, Сирожа, если это ты, ну, я тебе уже один хер уже отправил в баню, как бы. Вот. Там ты и останешься, собственно, безвозвратно. Вот. Если это не ты, блядь, уж тем более хуй с тобой. Короче, вот этот, блядь, Артурчик, Артурчик, вот он спонсор, спонсор этой рубрики, постоянный, вот. Я его только поэтому еще не заблочил, потому что, ну, иногда, иногда, ну, правда, там раз через пять где-то, ну, такие идеи подкидывает чувачок в свои 53 года. Да, пиздец тебе, да, пиздец тебе есть чем заняться, да. Короче, Артурчик, продолжай, продолжай. Пиши, пиши, давай. Вот, это. Я, может быть, даже тег для тебя отдельный придумаю. Там, не знаю, там, рецензии от незабвенного Артурчика, например. Вот что-нибудь такое, блядь. Или, например, да что вы знали про отжигание, да что вы знали, блядь, эти, как его, бездарные тролли, блядь, шкалолошные, блядь, про то, как надо отпиливать, нахуй, ну, в 53, например. Короче, все продолжится. Высока вероятность, что в июле возобновится глобальная рекорд-сессия. Будут перезаписаны все песни и записаны те, что еще, каким еще я даже не приближался, вот, до этих моментов. В общем, ребятки, скоро ждите, скоро ждите, будут, да, финальные, финальные фактуры. В скобочках, наверное, я так и буду писать, что это, финальная версия и год. Вот, чтобы уже, чтобы уже у меня у самого назад дороги не было, мать его. А, да, из анонсов, конечно, этой теме справедливо было бы выделить вообще отдельный блок, но, наверное, вот следующий, какой там, 59-й, да, вот, будет этому посвящен. Вообще, ребятки, начинает, начинает материализоваться давняя идейка снять фильм про вашего непокорного неслугу, документальный. я пока, я пока и на 5%, и на 5% не вижу, каким образом это будет реализовано, но, как, как это будет, с кем это будет, но я могу сказать, что это примерно будет сделано до конца года этого, и уже есть ряд некоторых кадров, которые уже стабильно войдут в этот фильм, вот, частично, которые я буду на YouTube-канале размещать в виде этих тизер-трейлеров или как, вот, фильм будет под названием «Я был». Если что, сразу же спойлерну, это отсылка к моей песне «Я был десантирован». Но, в принципе, в принципе, там эта отсылка может быть процентов на может быть на 70. Во всем остальном там другое. И о другом. И для других, естественно.